Субтитры сделал DimaTorzok Перемещаемся в нашу съемочную кухню Кто это у нас? Лелуха ты что ли? Зверюга Да она, щепучка, кусочка Покусала, ладно, пошли покушаем Погнали Что ж, сегодня опять у нас кормление, что-нибудь расскажете? Просто поотвечаем на вопросы, которые вы задавали нам в комментариях Все это будет собрано в одном видео И вы можете посмотреть и узнать ответ на интересующий вас вопрос Накопилось много вопросов в комментариях, на которые хотелось бы дать ответы И сегодня как раз мы и ответим, и расскажем свое мнение, скажем, на некоторые из них. Вот, кстати, наш кормовой объект на сегодня. Взяли мы крыс. Сейчас как раз написали комментарий нам на канале по поводу того, что жалко хомяков. Крыс, конечно же, жалко, и нам тоже их жалко. Сегодня купили вот этих вот крысят. Как раз размер тот, что нужно. Ничего, смотрите, облизывает меня. Забавно так. Мы их сейчас взвесим. Интересно, сколько они грамм. И вот клепуха. Начинается процесс линьки у клепухи. Сейчас мы лилуху, вот эту, пересадим. Я ее аккуратно сейчас возьму. Лилуху пересаживаем к лепухе в контейнер. У нас пока все происходит таким образом. Потому что в этом контейнере с вентиляцией совсем беда. Полностью высыпали мы сейчас этот наполнитель в ведро. Пересаживаем, пересаживаем. У нас такой ченч. Так, и что ж, процесс взвешивания у нас сейчас будет. Взвесим их всех. Всех взвесим. Давай по очереди серую. Поехали. Сколько? 105. О, это отлично. Это идеальный в ведро для них сейчас. Так, ребята, ребята. Разбегаются. Тихо-тихо-тихо. Серая, смотри, сваливает. 84 тоже нормально. 84. 80 грамм. Это вот сейчас для них как раз таки норма. 87. Отлично. Ай, тут побег с корабля. 99. Ну, как серая. Отлично. Что ж, подсаживаю я клелухи. И клепки. Крыску. И клепки. Ух ты. Блин, что я. Это самое напугалося. Вот это да. О, клепка шипнула. Клепка, клепки садает. Редкость. Клепка, да, сейчас видит плохо. О, шипит. Это настолько редкость, слушайте. Ну, если она не будет сейчас есть, особо заставлять мы ее, конечно, не будем. Ну, да. Сейчас посмотрим еще. Что ж, ребят, лелуха уже справилась с крысенком. В смысле, она его уже придушила. А, клепка отказалась. Ни в какую не хочет есть. Покормим уже после того, как она пролиняет. Это как раз, наверное, совпадет с кормлением нашей третьей змейки Мии. Ну, что ж, вот вернули мы клепку на место. После линьки они обычно и туалетные свои дела справляют охотно сразу. И точно так же хотят кушать. Такие дела. Все, закрываем клепку. Оставляем ее здесь в покое. До линьки будем подливать только воду. Потому что она будет сейчас активно испаряться. И посмотрим на влажность. Если будет слишком сильно контейнер потеть, отставим чуть-чуть поилку. Ну, получается, в эту сторону. Снимем ее с коврика. Поставим наполовину примерно. Сейчас посмотрим, как будет все это дело у нас происходить. Ну что, теперь пойдем посмотрим, какие там дела у лелухи. Как она справляется с серым крысенком. О, лелуха тут уже его практически одолела. Как быстро. Я думал, у нее могут даже возникнуть проблемы. Лелуха доедает крысенка. Она его проталкивает сейчас, конечно, туда подальше. Поэтому она вытягивается вот так вот. Все. В принципе, поела. Сейчас поставим ей точно так же поилку. И уже отнесем ее. Так, ну что ж, отнесли мы змеек. Лелуха, как вы видели, съела крысенка. Все нормально. А клепка отказалась, потому что она находится уже в линьке. Синие глаза. Оставляем ее. Вот так. Сейчас с нами Мия. Ее мы кормить будем, наверное, в понедельник или во вторник. И получается, ну, примерно, 9 дней. Так, а сейчас ответим на вопросы. Некоторые вопросы из комментариев, которые выписали. Спрашивали у нас недавно, может ли удав съесть собаку или кошку. Теоретически, конечно, он может съесть собаку и кошку. Особенно, если он удав взрослый, крупный. Потому что по размеру, в принципе, например, маленький йорк, тот же самый, чихуа. Они, в принципе, по размеру кормовой объект ему подходят. И, конечно же, не стоит оставлять крупным такую змею, удава, взрослого, с ними в одной комнате или в одном каком-то помещении. Лучше, в принципе, ограничить их общение или под вашим уже присмотром. Вот так. Поэтому на этот вопрос отвечаем, да, что может. Ну, как бы чуть-чуть напомню. На человека удав тоже может напасть, если его спровоцировать. Спровоцировать агрессию, как-то его разбудить. Или он, в принципе, сам по себе по характеру агрессивный. Поэтому с детьми тоже поосторожнее. Потому что дети, они не знают, не всегда знают, как обращаться с такими животными. И могут неудачно, там, руку дернуть к удаву. Это им может не понравиться. Да, резкое какое-то движение. Или запах, например, сейчас кормили, кормили змей наших, крыс брали, держали на руках. И я лично помыл руки с мылом, чтобы вот с той же змеей, змеей контактировать как-то. Потому что она может реально перепутать. Запах остается красивый на руках и она может хватануть. Так что лучше вот после того, как покормили, если там, например, две змеи у вас или несколько. Если у вас их несколько, вы, наверное, уже знаете, что делать. Ну да. Так, второе. Так, дальше. У нас спрашивали, когда будут видео про террариумы. Про то, как мы собираем террариумы. Мы все время об этом говорим, обещаем. Но на самом деле уже осталось совсем недолго времени. Мы заказали стекла. И уже на финишной прямой практически подготавливаемся к съемкам. Поэтому скоро ждите эти видео. Мы расскажем, как мы это делали, сколько потратили. Что у нас ушло, какие материалы. И, в общем-то, все поэтапно будем снимать, рассказывать очень подробно. Посмотрим дальше, что у нас получится в итоге. Так, следующий. Как вам фотоаппарат? Люмикс. Ну, все вопросы, в принципе, что там есть, какие интересные были. Фотоаппарат отличный. Я уже говорил. То, что купили мы его из-за 4К режима. Из-за 4К режима. То есть, это Ultra HD качество. Ну, а сняли мы всего лишь одно видео на него. Кстати, тоже про ударов. Добавим его, наверное, в подсказки. Можете посмотреть. Но, во-первых, оно очень долго монтируется. И монтируется у нас... Его тяжело монтировать на нашем компьютере, потому что он начинает тормозить компьютер. Поэтому мы больше не снимали в 4К. И там 4К, конечно, не полноценный. Это 25 кадров. Можно 24-25 ставить. По-моему, в таком режиме снимаются только какие-то неподвижные объекты. А так, фотоаппарат отличный. Единственное, у него нет поворотного экрана. Очень нужная штука оказалась. Лично я ощущаю нехватку на этом Люмиксе. И цена еще. Цена... Он стоит дороговато, на мой взгляд. Но он снимает отличное видео. Можно ли термоковрик свернуть трубкой? Спрашивали у нас, опять же, под видео. Вот такие вот у нас термоковрики по размеру есть. Их мы заказывали с Алиэкспресс. Обзор и распаковку вы можете посмотреть у нас в подсказочках будет в уголочке. Сделаны они из... Как это называется? Термопленка, да? Термопленка, да. А, как бы... Вообще, вот эта термопленка, она похожа на нее. Используется в теплополах для подогрева пола. Как бы свернуть ее можно вот так вот. Не совсем плотный. И только большой коврик вот такой длинный по объему. То есть маленький такой уже не получится так сделать. Просто сломается. Да, они заламинированы все. И вот он 14-ти ватник. Он также, видите, ну, дальше... Не особо сворачивается. Дальше он уже поломается скорее. Да. Возможно. Ну, не поломается, точнее, а может испортиться само вот это ламинированное покрытие. Да, как бы на качество термоковрика это, скорее всего, никак не повлияет. Но выпрямить его уже не получится никак. Он будет такой согнутый все время потом. И следующий вопрос, да, когда лучше брать змею после кормления, уже много раз в последних видео отвечали, что, ответим еще раз, императорского удара на 5-6 день брать лучше, а скажем еще про питон. А питон из-за слабых желудков, кстати. А питон королевский, еще одна из популярных змеев-новичков, на третьи сутки можно. У них уже... у них таких проблем нет. Так, следующий вопросик. Почему лучше давать кормовый объект с пинцетами, а не руками? Такой вопрос тоже был под одним из видео. И ответ на него прост. Змеи, они неаккуратненько берут добычу. Они ее хватают, душат. И в целях безопасности лучше всего, конечно, чтобы у вас был какой-то запас еще между кормовым объектом и вашей рукой. И змея случайно не перепутала или вдруг она промахнулась и не попала по вашей руке, не укусила вас. Так, Денису пришлось отлучиться. Дальше на вопросы буду отвечать я. Тут их осталось не так уж много. Так, следующий. Можно ли держать змею без термоковрика? Бывает так, что вы купили змейку и не продумали полностью об оборудовании, даже для маленького контейнера. И термоковрик у вас либо не подошел по каким-то причинам, либо оказался слабеньким, либо его в принципе нет, он еще не пришел, вы не заказали. Ну, бывают разные причины. И лучше всего, если нет термоковрика и вообще никакого обогрева у змейки в контейнере, то это нужно все-таки компенсировать. То есть, либо поставить какой-то обогреватель, либо вот мы лично использовали сушилки для обуви, регулировали температуру путем включения-отключения этих сушилок. И ответ на этот вопрос все-таки нет, змея не может жить без термоковрика. Вы можете ее просто заморозить. То есть, зависит от времени года, от температуры, которая у вас в квартире находится. То есть, можете просто простудить змею и придется уже тогда лечить. Так, следующий вопрос. Можно ли кормить змею кормовым объектом, который сам умер? То есть, опять же, было такое обсуждение с одним из наших подписчиков. Он, его змейка новенькая отказалась от крысенка-галыша. Он был живой, он давал ей живой кормовой объект и спрашивал, куда его деть. Потому что мы посоветовали все-таки недельку змейку подержать на голодной диете, чтобы она попривыкла, адаптировалась в новых условиях обитания. И в течение недели крысеныш-галыш сам не может жить. Разумеется, ему нужна мать для питания. И он спрашивал, как поступить с ним. Дождаться, пока он сам умрет, и тогда уже в холодильник его, в морозилку. Но так делать на самом деле нельзя, потому что, когда животное умирает, этому способствуют какие-то причины. То есть, либо это истощение от голода, либо это какая-то болезнь. Но в любом случае, это уже патологические процессы, которые в организме начинаются. И змее это есть совершенно не нужно. Это ей идет не на пользу, а только во вред. Потому что развиваются там очень быстро патогенные различные бактерии и микроорганизмы. И это может уже спровоцировать какое-либо заболевание у ваших змей. Они могут заразиться и кишечной палочкой, и просто срыгнуть кормовой объект такой. Ну и на этом все. Вопросы, конечно же, не все. Их намного больше. Но выписали основные. И вот сейчас ответили на них, собрали их в одном видео. Задавайте больше вопросов. Мы с радостью на них ответим. Все, что вам непонятно, вас интересует, то задавайте, не стесняйтесь. Так, ну вот пришли мы домой. И видим, что у клепки тут все запотело. Очень сильно она, видимо, подвинулась сильнее на термоковрик, поилку свою. И она, по-моему, там уже полиняла полностью. Сейчас мы откроем ее, посмотрим. Вот она какая. Какая-то рыжая. Сейчас достану ее попозже. Посмотрим. Ух, тут горячо. Так, да, она полностью слиняла. Чуть-чуть порвался чулок, но это, скорее всего, из-за того, что она терлась интенсивно о свой череп. И тем самым порвала чулок. Какая она ярко-розовая сейчас, не знаю, передается это через камеру или нет, но она сейчас какая-то прямо очень-очень розовая, бежевая, с серым. Цвет обалденный. Сейчас достану все это, посмотрим поближе. Вот такой вот чулочек. Он тут немного совсем порвался. Это из-за черепа. Он достаточно острый. Вот такой вот он длинненький. А вот и сама красоточка. Лезет на ручки, соскучилась. Ну, в общем, девчуля наша пролиняла хорошо. Все довольны. И завтра мы ее покормим. Ну что же, опять всем привет. Уже не знаю, какой раз за это видео. И вчера Аня вечером показывала, как пролиняла наша змейка, клепа. С ней все в порядке. Сейчас мы ее будем кормить. Вот она на виду. Твой бонус, девчата. Бонус. Ух ты. Бонус тяжелый. Вот, сразу. Смотрите, какие зубки у нее. Она вам прям показывает челюсть. Улыбается. Улыбается. Так, ну а сейчас будем пробовать давать разморозку Мии. Точно такой же крысенок у нас. Она ни разу еще не ела разморозку. Всегда живых. Да, Мия еще ни разу не ела разморозку. Только живых хозяин ей давал. Но мы ее попробуем сейчас накормить разморозкой. Так, давай-ка. Бонусы. Теперь отсюда попробуем. Не стала есть наша змейка Мия. Разморозку отражается. Тут все плохо видно. Вот он. Мы оставили его. Полежит сегодня. Если не съест, то выкинем вечером. И тогда придется ей уже купить завтра живого. Клепку мы перенесли. С ней все в порядке. Она только что поела уже у себя. Вот она. Отдыхает. Ну что, ребята, пришел я домой. Что вы думаете не поела наша Мия? И вот смотрите, что я обнаружил. В принципе, та же самая картина, что и днем. Лежит крысенок. Мия его не съела. Оставлять на ночь не будем, потому что он пролежал целый день. А я думаю, что уже какие-то в нем патогенные процессы начали происходить. Мы его, конечно же, сейчас выкинем. Точнее, я его выкину. Аня на работу ушла. Ну и так как Мия наша отказалась есть размороженного крысенка, которого мы и подготовили. Того мы крысенка выкинули, как вы видели. И сейчас купили ей живого. Вон там она в домике сидит. Вылазила я, когда пришла домой. Она вылазила. Лазила тут по своему террариуму. Но, видимо, меня увидела и снова залезла в домик. Там она и сидит. Сейчас будем ее кормить. Вот такой вот там крысенок. Мы его посадим. Пускай сам выходит. Вон эта девчуля. Сейчас посмотрим, как она покушает. Прыг-прыг-прыг. Сколько? Ну да. Знакомство. Ну она его почуяла. Да, Мия видит. И вон ее. Е-мое, опять шель не будет есть. Шипит. Там дом уже ходуном ходит. А что-то она так шипит. Сильно на него. Странно очень. И есть не хочет. Сначала вроде заинтересовалась. Ну да. Ну что, ни в какую не хочет. Это Мия есть крысенка. И мы просто прикрыли террариум. Оставили его там уже. Ну да. Возможно, она нас стесняется. Скорее всего, она стесняется нас. Ну оставим на ночь уже. Я думаю, она там за ночь с ним разберется, что делать. Ну. Оставили мы крысенка у нее на ночь. Он там тусовался. Она его так и не съела. Сидит у себя в домике. И сейчас он залез к ней. Она там шипит. Недовольная. Ужасно. Но он там сидит. Ему нравится. Все устраивает. Он оттуда даже не хочет уходить. Носик выснул. Ребята, пришли мы, короче, домой. У нас работает телевизор. Мы вообще в шоке, откуда это, что это. Мы все выключили, когда выходили. Темнота такая, и телевизор работает. Да, и телевизор работает. И мы включаем свет, идем к террариумам. И обнаруживаем, что террариум Мия вот так вот открыт. Вот такая тут щель. Довольно приличная. И змеи нет. И мы такие на панике, куда она делась. Но мы ее уже словили. Она оказалась не так далеко сбежала. Она была вот так под столом. Ее хвост торчал, явно выдавая ее местоположение. Ладно, сажаем ее обратно, да? Да, сажаем. Сейчас их отключим уже. Ну, в общем, новость у нас не очень хорошая. Мы осмотрели сейчас Мию, когда сажали ее в террариум. И нашли у нее покусы на хвосте. Это вот оставленный этот крысенок. Лютовал что-то. Мы сейчас заклеили клеем БФ-6. Вот как тогда клепки заклеивали голову. В одном из видео это показывали. Покусали хвостик ей довольно сильно. Но на самом деле паниковать не стоит. Потому что все это поправимо. Вот. И лучше в таких случаях отнести сразу зверюшку к ветеринару. Чтобы он осмотрел на предмет того, насколько глубокие ранки. Насколько все серьезно. Ну что ж. И подводя итоги этого видео. Скажем немножко слов по вот этой данной ситуации с крысенком. Как мы уже говорили, пришли мы домой. Обнаружили то, что змеи нет. Включен телевизор, змеи нет. И потом смотрим. Ее вот хвост покусан. Очень, конечно, неприятная ситуация. Будет нам уроком. Крысяк лучше не оставлять, конечно, без присмотров. Крысы не оставлять со змеями. Не ела Мия почему-то. Скорее всего это из-за того, что у нее стресс. Змейка стрессует. Оставим ее, наверное, в покое. Сейчас еще на несколько дней. Вообще не будем подходить. Дня 3-4. И потом попробуем опять покормить. Запустить живого крысенка или хомяка. Или лучше мышонка даже. Мышонка даже может быть. Да, хотя бы покормить ее. Ну а продолжение. Смотрите уже в следующем видео. Покажем, как дальше проходило лечение. Что будет дальше с хвостом. Змейки. Ми нашего удавчика. Накормили мы ее или нет все-таки. Всем пока. Смотрите канал. Не пропустите новые видео. Задавайте вопросы. Также спрашивайте в комментариях. И не повторяйте наших ошибок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры подогнал «Симон»